Театр Вахтагл Уже 95 лет Он расположен в самом центре Москвы На улице Арбат От которой многочисленными рубчиками Растекаются переулки Храня память о многих корифеях Прославленного театра 2015 год ознаменовался открытием Новой сцены Решенной в современном дизайне И оснащенной всеми последними новинками техники Фойе украшено информационными плазменными панелями В зрительском зале 250 посадочных мест Доходимся в театре Вахтагл На новой сцене смотрим Грозу Смотрите, сколько молодежи у нас здесь Классический спектакль такой Белиза Белиза Но в основном Театр Вахтагл В чоколи Театр Вахтагл Прозвучал первый звонок. «Гроза», пожалуй, самая знаменитая драма Александра Николаевича Островского. Интересно, но многие и по сей день считают ее наиболее загадочным произведением мировой драматургии. После ее выхода в свет в 1859 году, после первых премьер в Москве и Санкт-Петербурге, начались ожесточенные споры. Кому-то казалось, что Островский выразил радикальный протест против устаревшего уклада жизни, а кто-то, наоборот, увидел в произведении оду консервативному русскому быту. Кто-то считал ее несерьезной подделкой другие современные поэтические творения, но все ощутили в грозе настроение глобальной катастрофы, способной разрушить старый мир. Почему же столь огромным оказалось влияние вроде бы простой истории, произошедшей в провинциальном городке Калинина на реке Волги? Роль Катерины – это вершина женского трагического репертуара. Ее в свое время играли Федотова, Стрепетова, Ермолова, Савина, Пашенная, звезды ушедшей эпохи. Что они хотели донести до зрителя и почему этот спектакль актуален на сегодня у нашей современной молодежи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok